Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Защита от гриппа с доставкой в офис. Теперь прививку можно сделать, не выходя с работы. Черноморская осень в «Анапе». Парадайверы со всей страны съехались на ставший уже традиционный фестиваль, который проводится в нашем городе. Последние приготовления. Уже в это воскресенье состоится торжественная церемония открытия фестиваля «Киношок». Без пяти минут осень. Завтра во всех школах «Анапы» прозвенит первый звонок нового учебного года. Накануне Дня знаний исполняющий обязанности главы «Анапы» встретился с директорами городских и сельских школ и заблаговременно поздравил их с наступающим праздником. Встреча Юрия Полякова с педагогами прошла в пятой общебразовательной школе. Вместе с ее директором Ольгой Дикой Юрий Федорович оценил готовность учреждения к учебному процессу. Юрий Поляков приехал в пятую школу «Анапы». Уже завтра это здание наполнится голосами сотен детей. Новый учебный год школьники должны встретить в безопасных и комфортных условиях. Ольга Дикая, директор школы, показывает Юрию Федоровичу столовую и пищеблок и рассказывает, что организацией питания школьников занимается сторонняя организация. Контроль за ее работой осуществляется руководством школы, а вот все расходы по содержанию персонала, уборки помещения несут сами предприниматели. Во всех классах провели косметический ремонт. Педагоги наводят лоск перед днем знаний и обсуждают учебную программу. В этом году к трем казачьим классам в пятой школе добавится еще один. Буквально вчера новичков посвящали в казачата. Учителя уверены, эта инициатива малышам только на пользу. Вообще что-то меняется, допустим, а в казачьем классе есть какие-то дисциплины другие, которые дают им понимание, кроме формы? Ну, я вам скажу, образовательная программа та же, а воспитательная, конечно. У нас есть такая внеурочная деятельность. Это внеурочная деятельность, это сам ход воспитательной работы, рабочую программу пришли на этот класс. Он включает в себя традиции изучения намного глубже, чем в тех классах. Духовность. Ну, это очень хорошо. Очень хорошо. Я хочу сказать, что эти поручения дал губернатор Вениамин Иванович, нужно это делать. В отремонтированном спортзале осталось отмыть пол и стены, навести общий порядок. Это сделают быстро, уверяет директор. В межсезонье этот зал не используется. Уроки физкультуры проходят на свежем воздухе. В этом году школе подарили волейбольную площадку. Исполняющий обязанности главы Анапы оценил созданные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме входной группы в школе оборудован специальный лифт. Очень хорошо сделано. Это по программе? По программе, да. Это программа «Доступная среда». Это не в одной школе, мы сделали на федеральные деньги. Еще 8 городских и сельских школ получили в этом году в общей сложности 15 миллионов рублей на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда». После осмотра школы пришло время для встречи с директорами городских и сельских учебных заведений. Юрий Поляков поздравил педагогов с наступающим праздником. Выслушал вопросы аудитории и дал понять, что проблемы отрасли ему не безразличны. Завтра в День знаний сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме вблизи всех образовательных учреждений Анапы. Задействован будет практически весь личный состав, почти 100 человек. И накануне в ГИБДД еще раз напомнили водителям о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности. Уважаемые жители и гости города-курорта Анапа, в рамках проведения профилактических мероприятий, привроченных ко Дню знаний, личный состав отдела ГИБДД, отдела МВД России по городу Анапе будет нести службу вблизи расположения образовательных учреждений муниципального образования города-курорт Анапа и нацелен на выявление нарушения правил дорожного движения, в частности несовершеннолетними, правил перевозки детей в автомобили, правил осуществления организованных перевозок групп детей автобусами. Мы в очередной раз обращаемся к водителям с просьбой быть особенно внимательными в местах, обозначенных дорожным знаком «Дети», проявлять осторожность при проезде дворовых территорий, территории, которые прилегают к школам, детским садам, стадионам, зонам остановок общественного транспорта и других мест, где возможен неожиданный выход ребенка на проезжую часть. Призываем родителей дополнительно провести беседы со своими детьми, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание следует уделить подробному разъяснению правил поведения детей на проезжей части. Помните, что безопасность детей на дорогах зависит от взрослых. И не забывайте, личный пример – самая доходчивая форма обучения. Сегодня с 10 утра улица Краснозеленных была перекрыта. Здесь работала спецтехника. В районе Центрального рынка при проверке торговых точек сотрудники муниципального контроля обратили внимание на засохшие деревья, которые в любой момент могли упасть. При мониторинге городских территорий на улице Краснозеленных установлен факт аварийное состояние улицы в результате двух треснувшихся деревьев. Деревья лопались, трескались прямо на глазах у людей. Оперативно в управлении муниципального контроля была передана информация в ЗАО «Зеленстрой». «Зеленстрой» сработали молниеносно. Сразу прибыла бригада. Были сотрудники ГАИ, полиции, а также были приглашены сотрудники НЭСК. В результате быстро слаженной работы данные деревья аварийные были ликвидированы. Специалисты «Зеленстрой» спилили и вывезли деревья. Энергетики также сработали вовремя. Сразу после того, как закончили коммунальщики, они восстановили электроснабжение. Движение на этом участке дороги было возобновлено уже через два часа. 10 сентября на Обчане проголосуют на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. Об участии в них заявили партия «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России» и «Справедливая Россия». Сторонники каждой из политических сил сегодня ведут подготовку к предстоящему дню голосования. В штабе партии «Единая Россия» прошла встреча актива. Они получили символику, печатную продукцию, а также поделились соображениями о ходе предвыборной кампании. Оценили уровень поддержки партии в целом, избирательные возможности кандидатов, которые стали известны в ходе прошедшего предварительного голосования. Обсудили возможные варианты действий на ближайшие дни. Представители партии подчеркивают, что любая агитация должна носить только конструктивный характер. Накануне кандидатов депутатов в законодательное собрание края по избирательному округу номер 27 Юлия Пархоменко встретилась с представителями общественности и средств массовой информации города-курорта и поделилась своими идеями относительно совершенствования социальной сферы. От Анапы до Абрау-Дюрсо – местность, которая привлекает туристов, а также тех, кто желает поселиться у моря. Это означает и общность проблем. Прежде всего, повышенную нагрузку на инфраструктуру, начиная от водопровода и электрических сетей, заканчивая местами в детских садах и школах. Законодательное собрание принимает краевой бюджет, утверждает трансферты муниципалитетам, распределяет деньги, поступившие из федеральной казны. В условиях напряженности бюджета всех уровней важны аргументы. По мнению Юлии Пархоменко, у Анапы такой есть. Сегодня это главный детский и семейный курорт страны. И это необходимо использовать, активнее продвигая идею. Тогда отдельные страховые бюджеты Российской Федерации будут идти сюда расходы. И тогда по-другому будут строиться дороги, освещение, будут решаться вопросы канализации, очистки береговой зоны. Второй ключ к развитию территории – эффективная и многоотраслевая экономика. Нужно продолжать развитие агротуризма, поддерживать местных производителей, чтобы с одной стороны было больше продуктов и ширилась конкуренция, с другой – появились новые рабочие места. Выбор своего представителя в краевом парламенте Юлия Пархоменко считает важным делом. Нужно прийти и проголосовать, приняв взвешенное решение. Другие кандидаты в депутаты законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва сведения о проводимых ими встречах в адрес нашей телекомпании не предоставили. Парадайверы со всей страны съехались в наш город-курорт на традиционный фестиваль «Черноморская осень». Кто-то уже пробовал свои силы в открытых водоемах, а кто-то заработал первую отметку в водолазную книжку. В Анапе их поддержали активисты общественного движения «Молодая гвардия Единой России». Так, дайверы приветствовали Даниила Руднева. Он из подмосковного города Истра. Впервые погрузился в Черное море. Как рассказывает он сам, дайвингом стал заниматься неожиданно для самого себя. Сначала была реабилитация в бассейне, потом постепенно начал участвовать в соревнованиях, потом пришли победы, в том числе на областном уровне. Затем с воды постепенно переместился под воду. Первый раз было страшновато, потом освоился. В его водолазной книжке пять отметок о погружении в Истринское водохранилище. Теперь еще одна за Черное море. Мы когда погружались, там очень красиво, но немножко мокновато. Потому что был шторм, и видимость не особо хорошая. Хотел попробовать, как это вообще в открытом море. Потому что водоем это одно, это тишина, полнейшая на воде. А море, волнение, потом надо как-то менять обстановку. Кроме Даниила, в Анапу приехала целая команда из Воронежа. Всего в городе-курорте гостят 10 участников фестиваля «Черноморская осень». По оценкам организаторов, это уже результат, потому что сам по себе парадайвинг – явление достаточно новое. В первую очередь дает это социальное развитие, развитие человека с ограниченными возможностями. То, что он может выбраться из своего дома, приехать в Анапу, заняться своим любимым делом и все-таки получить ценный опыт, опыт, который мы уже в течение 8 лет нарабатываем. Евгений Дедюкин кормит с рук черноморских рыб. На дне размещены различные предметы, чтобы было интересно. Пространство под водой как бы сжимается. Расстояние, которое на земле можно пройти за минуты, преодолевается примерно полчаса. Дайвер приехал из Воронежа, и это его первое погружение в открытый водоем. Эмоции переполняют на самом деле, даже не могу славу подобрать, объяснить сложно. Тут, когда по поверхности ходишь, ты все равно ограничен, когда в воде ты чувствуешь полную свободу. Хочешь вверх, вниз, влево, вправо, абсолютно куда угодно. Полная свобода, как полет. Тут даже не описать, надо испробовать. В планах организаторов постепенно расширять географию фестиваля. Кроме того, формировать команду из его участников, чтобы попутно захватывать еще и соревнования на открытой воде. В этом году уже провели такой эксперимент, и он оказался удачным. Так что домой дайверы вернутся не только с впечатлениями и новым опытом, но и с наградами. В Анапе продолжается вакцинация населения. Чтобы не отрывать педагогов и социальных служащих от работы, медики городского поликлинического отделения производят выездную вакцинацию. Сегодня они посетили управление социальной защиты. Управление социальной защиты – это одно из самых посещаемых мест города. Сюда ежедневно приходят сотни людей по самым разным вопросам. Риск заболеть гриппом у сотрудников увеличивается в разы. Поэтому вот уже несколько лет подряд весь коллектив ставит прививки. Социальные работники – это люди, которые работают на переднем крае и постоянно работают с людьми. Все специалисты. Поэтому для нас прививочная кампания всегда является важной. И, как правило, не принимают в ней участие только те сотрудники, у которых есть медицинские противопоказания. И практика вот нескольких лет мы анализировали, показывает, что мы, ни один работник не заболел гриппом. Мы понимаем, что простудные заболевания, от них нет прививок. Но вот такие серьезные заболевания, как грипп, которые опасны летальными исходами, у нас отсутствуют. Вакцинация сотрудников происходит прямо без отрыва от производства. Заранее подготовленные и согласованные списки существенно ускоряют процедуру. На работе учреждения визит никоим образом не сказывается. Перед уколом врачи внимательно осматривают пациентов на предмет отсутствия простудных заболеваний. На момент вакцинации не должно острая вирусная инфекция, обострение хронических заболеваний, температурящих больных. Вакцина, как правило, хорошо переносится. Но первые два-три дня общая слабость, недомогание, как правило, если температура, то небольших. Как правило, осложнений не бывает. Медики советуют не откладывать вакцинацию и сделать прививку от гриппа до конца октября. Ведь, чтобы к заболеванию выработался стойкий иммунитет, необходимо как минимум 2-3 недели. А пик сезонной заболеваемости гриппом в этом году традиционно прогнозируется на декабрь-январь. Всего несколько дней осталось до одного из главных культурных событий не только для Анапы, но и всего отечественного кинематографа. Уже 3 сентября на курорте стартует 26-й открытый российский фестиваль «Киношок». Торжественная церемония открытия пройдет уже в это воскресенье на летней эстраде. Формат фестиваля кардинально поменялся. Именно эти изменения и объясняют повышенный интерес зрителей к событиям, которые развернутся на сцене. Это значимое событие для города. И как новинка для меня лично, звонки со всех концов нашей великой родины. Да, вот этого я еще не встречала. То есть интерес к фестивалю, ну, удивительно, но растет. Вот программа открытия очень насыщенная. И мы решили в этом году сделать, воссоединить и эстраду, и киношников, чтобы было ярче. И я думаю, Наташа Королева хорошо вписалась с балетом, с бэк-вокалом, хорошо вписалась в программу открытия. Об этом говорит интерес зрителей, которые спрашивают билеты, покупают билеты. Гостями и участниками фестиваля традиционно станут звезды кино, актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы, операторы, кинокритики и искусствоведы. Также зрители ожидают встречи со знаменитым ансамблем из Адыгеи Нальмес и лучшими творческими коллективами Кубани. По многочисленным просьбам кинолюбителей в этом году на церемонию торжественного открытия киношока впервые можно приобрести билеты. Подробности по телефону 394-36 или на сайте estrada-anapa.ru Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» «Докторская Тавровская» – 189 рублей. «Сервилат Российский» – 319 рублей. «Сосиски Крымские» – 195 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» – 93А, «Крымская» – 98, «Амелькова» – 28 и «Астраханская» – 75А. По прогнозам синоптиков, 1 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днём до плюс 25 градусов. Ночью прохладнее – 19 выше ноля. Ветер западный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Предлагает качественную комплексную медицинскую помощь. Начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова